сектора продолжения здесь ладку уже поставил замазал преобразователем вот она ладка стык варил все хорошо получилось сейчас вот сюда полез за крома какое-то состояние c заглушка смотрю на все на это и кому отдать чтобы сделали да нету никого никому не отдашь вот такая вот здесь я тогда варил вот это место на той векторе на дизельные меня загорелась вектор здесь вот это давали она у меня получила хорошо и успел потушить открыл дверь а там горит обшивка дверная сиденье кусок выгорела вот эту дырку я пытался тогда такую же заварить вот как здесь чуть не сжег вектор и гараж такие дела сейчас буду вырезать этот кусок смотреть что дальше с ним делать пылище конечно ужасные в гараже просто он там все летает вся одежда в пыли так вырезал здесь вот вырезал вот здесь вот дверь векторская вот она задняя вот чтобы не гнуть куда молния к девается вот эта штука есть уже готовая внутренний усилитель вот так вот будет все согнуто с завода красиво вот это вот будет вот здесь вот вот это вот так вот будет я думаю в принципе все нормально вот так вот лишнее потом отрежем я думаю тоже нормально будет тут гниль была ее отрезал нахер она не нужна это гниль вот она вот она была вот афига нам не здесь не нужно вот он видите да тут двойной металл но будет одинарный ничего страшного я думаю еще хватит на пару лет а там глядишь может царь деревянный макитож примере ты за граница нам поможет тут конечно ужас 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 там он тоже руки лезут в багажник но это уже следующая история сейчас задача здесь здесь вот салон вот он тоже прогнил но это на слон разбирать сейчас я пока сюда не полезу мне еще задача с порогом закрыться вопрос потом потом возможно буду аркой заниматься сюда я полезу но это меня мало беспокоит вот тут вот внутри ки вот это конечно и да тут ничего не отварки песком все протерто это очень печально прискорбно прискорбно что-то будем варить или делать хотя в одну сторону сделать какая бита и если бы ее не у меня папа не видел да он бить проехал если бы мне этот джигит бы мне залетел был бочину я хрен бы чё стал бы делать с это просто же мне необходимость такая что двери менять надо было ну уже чё теперь уже и это надо делать тогда что там под замену было чё двери две стойку тянуть если бы не это я бы не стал бы с ней заморачиваться но тут уж чё уже все двери другого цвета крыло передняя под замену мертвое гнилое было то крыло поэтому придется бочину покрасить все с той стороной буду делать не буду пока не понятно может и буду когда не знаю но сейчас главное тип борт один сделать я хрен знает сколько объявят за покраску даже боли не знаю чё за цифра будет сейчас установим эти кромки потом будем отрезать от порога от нового кусок и вваривать туда то можно было целиком порог поменять ну блин я не знаю надо было сразу это делать когда не ревтовать а сразу менять порог я конечно же это не хотел делать да и сейчас мне не охота даже целиком порог это тут шов там шов все уплотнители все переделывать либо менять вот здесь вот как сейчас вот здесь вот то есть отрезать брать новые клоком холм порог портить правильно и сделать а покупать эти сама гнущиеся порог которые самопальные они вообще убожество полнейшее ладно короче будем делать и как есть как есть бы вот такой промежуточный результат вот она говорим здесь тоже варено все части жестко не шатается сейчас вырезал вот этот и сейчас отрезал от двери железку сейчас буду сюда и опускать электроножницы хорошо очень удобно ими резать ну что болгаркой пылюка лишняя диски кончаются это и быстренько и все сейчас фасочки только уберем зачищу их туда в кочегаре будут буду в кочегаривать так ну вот так тут я сделал шов такой рыхлый тут шов 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 потому что тут тонкий металл нифига влезет вверх то есть здесь была яма пришлось мне вот так все это заварить вот так вот вот так вот дальше счет не буду смысла нету так это можно забыла не счищать короче ерунда позанимался все сейчас крепко здесь все четко спреем нахерачил я оказывается покупала этот нейтрализатор ржавчины спрея позабыл после три недели то прошло я улетел я вообще за эту фигню забыл а пороги вот локен холм вот их номер вектор вы не знаю сколько он у меня лежит лет 15 на меня лежал от порог и вот я его не продал и вот он наконец пригодился видишь прожавел здесь внутри честно будет все зачистить вот такой порог клокен холм да не все поржавел видите вектора 96 года с 98 другие пошли там с этими под молдинги тут почему-то вот так вот не знаю почему такой вырез здесь зачем он такой вырез не очень понятно пока что мне такой есть вырез на наводить что-то внутри внутри думать выдумывать интересно может быть просто отрежу это мне это не надо может отрезать вот этот кусок потому что получается вот этот хвост он немножко не такой узнает может это лишняя часть для меня лишние тут вот такая вот эту бы дырку остановить зашить чем можно и потом по место это все сделать сейчас непонятно как тут делать изгиба нету могу в принципе и потом это сделать держится вроде думал думал может думал поменять по это где молдинг а иди резинка вбивается посадочные резинки подумал да нахер надо то есть думал здесь можно поменять тут вот расшить ночью все равно здесь шов здесь шов вот так вот знайте пороге этаже довольно тоже одинал слабо на вот такая вот он такой вот был бы вот вот так вот я поменялся бликов на что это вот это вот у божества мне то есть он вот так пошел вот так вот вот так потом шел вот этого подъема ничего нету чепа думала смысл мне городить огород что здесь шов я проварить буду что-то да никакой разницы на хрень нет те же яйца только в профиль место буду подгонять по крайней мере такая такой план мистер фикс стык не знаю наверное заводить буду а может тут вообще полоску раньше приваривали вот так вот снизу на нее уложили и потом щель заваривали но все время так меняли сейчас какая-то другая у всех системы не знаю почему так мы раньше так меняли сейчас что-то все по-другому как-то сейчас может поменяя по старой схеме вот отсюда отрежу железку подложу ее приварилась на нее опираться будет вот такая схема вот так вот вот эта подкладка и потом просто по щели варишь все три металла свариваешь этот этот и новый порог интересная ситуация конечно интересная ситуация сделала как я раньше делал потому что ну ты творить тоже можно но очень сложно и от нагрева ведет металл коробит конкретно а с этой подкладкой нижней ну намного лучше и легче получается сейчас еще подгонять херовую тучу вот это все вот честно да подрезать подгонять в принципе от кусок оси сделать и можно тогда заднее крыло делать только его надо ехать вырезать той машины но нами на разборку хер знает не знаю посмотрим но все загрунтовал грунтом этим который варится эту тоже зачистил сейчас преобразователем ржавчину прошелся завтра буду подгонять до конца полосочку такую отрезал закладная на которую будет ложится порог здесь еще уложу в принципе ну к этой детали буду приваривать эти полоски не к этому а к этой детали с обратной стороны ну так получается пока что запрещен конечно в подгонки немерено под эти отверстия насверлить под эту пласть вот вымерить все насверлить отверстие чтобы усилитель закрепить и все в принципе можно будет привариваться останется ну что останется с аркой позаниматься тут-то хрена работы конечно салон разобрать что тут подварить можно конечно не варить лакера сюда поставить эти защиту пластику и и все пофиг посмотрим но в любом случае все восстанавливать надо креметь дверь вешать уголки восстанавливать переднее крыло наверное этим займусь вопросом прежде всего потом уже крылом буду заниматься все сегодня уже ничего надо валить домой пол двенадцатого же шпаклю кидать еще работы херово тучи тут яма я что зашел завел туда вниз чтобы спать шпакли подзавалить завалим шпакли это место да и все я был бы споттер вообще можно было спотом поддернуть у меня споттера нету и так пойдет и так сойдет туда вообще даже на пороге ставится пластиковая то есть как бы в принципе все это скроется единстве что штырей вот этих нету гвоздей под придется на стекольный клей клеить ну или как все любят на саморезы на чуморезы закрепить и все я скорее всего на стекольный клей если конечно я это буду делать наверно буду что осталось от порога не знают еще до хера с ней неделю наверно борьбы можете быстрее сегодня звонили по трактору типа молоток есть или нет ягу нету молотка и у нас на поселке то она была кабель закапывать не огурнение возьмет без молотка могут ладно буду искать с молотком потом я смотрю в группе написано типа в 10 утра типа приедет трактор типа нашли будет копать закапывать кабель ну фиг его знает что там молотком то молотком только простучать надо было дорогу двух местах или в одном месте как они там кабель хотят вести не знаю простучать надо было в одном месте дорогу ну сколько это трактор там копал фиг его знает что у них там в голове как они хотят что все это реализовывалось надо завтра попробовать эту горелку подсоединить какая-то мощная с радиатором чтобы не грелась да потом где вот такой толпачок ну купить хрен ты его где найдешь такой вот мощный на эту кишку да ладно короче хрен бы с ним сейчас олега сварочником пробовал и он и сварочник сварок он проволока подходит и она сразу варит а здесь получается проволока подходит отталкивается и потом загорается дуга то есть как будто бы не хватает только на розжиг на розжиг либо замедление подачи тока на проволоку вот такая вот хрень то есть отталкивает понимаете должно быть он сразу варит и варит а он как бы отходит вот такой нюанс ну я думаю что что-то с платой управления потому что больше ничего не может кроме платы управления только плату управления что-то мозги делает ну посмотрим толстый металл то варит и по барабану вот именно тонкий он как-то не разжигает почему-то проволока отталкивает чё за хер знает рушка сгнила чем будем что-то думать затыкать разобрал салон чтобы не сжечь как-то дизельная поджог вот здесь вот варил вот и загорелся ремень безопасности и обшивка и она у меня полыхнула хоть чтоб такого не было разобрал снял сиденья спинку и снял обшивку сиденье или снял защелка заблокировалась не мог открыть короче там расковырял обшивку снял там стопор оказывается стоит вот сюда вот заходит чтобы вот как здесь вот чтобы спинка не только здесь защелка здесь вот еще и там стопор оказывается вылазить короче офигел пока разобрал стопор сейчас удалил а как разобрать теперь надо спинку разбирать не могу эту снять не могу короче сломала сиденье и никак не мог его открыть хрен знает чуть не сделалось вот здесь вот и с той стороны выходит стопор стопор здесь выходит и все блокирует спинку короче проблемки нарисовались